Вот уже пятый год пара арт объединяет людей, чьи физические возможности ограничены, но вот их моральным и психологическим составляющим могут позавидовать многие. Около 150 людей с разными видами инвалидности в очередной раз готовы показать свои творческие способности и спортивную подготовку. Каждый год фестиваль принимает новые команды, обзавестись знакомыми и показать себя впервые приехали ребята из Армении и Донецка. Житель Горловки Константин Гаев занимался плаванием, футболом и баскетболом. Несмотря на травму рук, полученную при рождении, здесь в Сочи парень намерен попробовать себя в других видах спорта и отвлечься от мыслей о войне. Спасибо организаторам за это все. Нам все нравится. Солнце, тепло, море. В общем, приехали сюда развиться. В общем, не только в спорте, в общении с людьми, пообщаться с разных точек России, с людьми и узнать их больше. И чтобы нас узнали, конечно же. Попробовать себя в теннисе, в дартсе. В принципе, во всем, в чем можно, мы участвуем. Накануне состоялось открытие фестиваля и прошли первые игры по бочи. Сегодня участники пара арта соревновались в настольном теннисе и дартсе. Всего за 12 дней они смогут показать свои умения в шести дисциплинах, а также в музыкальных и творческих номинациях. Приезжают со своими поделками, со своими сценками, музыкальными номерами. Очень ребята красиво поют танцы. У нас народные танцы, бальные танцы, колясочники. И проводится очень много мастер-классов. Мастер-классы планируем в этом году проводить с той целью, с дальнейшим трудоустройством. 25 сентября участники фестиваля представят свои поделки на выставке. Увидеть и приобрести оригинальные и красивые изделия, выполненные их руками, можно будет в летнем кинотеатре Адлерского курортного городка с 3 часов дня до 7 вечера. После чего состоится галоконцерт. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.